Приветствую вас на первом циничном канале из окрестностей города Демре от Ликийских гробниц это гробницы Ликийских королей здесь хранили знати непосредственно королей очень своеобразное отношение к смерти сейчас пройдемся посмотрим гробницы но вот здесь как раз уже скажем так то что я бы назвал перебором попытка скажем так зайти в мир иной сохранив регалии этого мира очень интересно вот сейчас они как видите распечатаны эти гробницы они запечатывались полностью вот эти дырки это вскрытие гробниц когда хоронили какого-то вельможа но как правило все-таки короля здесь самые-самых вельможи чуть дальше вон туда за амфитеатр кстати сейчас и там посмотрим так вот когда хоронили какого-то короля вместе с ним замуровали некоторое количество рабов причем замуровали живьем их не убивали то есть например если в славянской традиции рабов убивали и вместе с господином хоронили здесь замуровали и соответственно какое-то время они там еще жили значительно раньше сходили с ума чем умирали непосредственно там от жажды например ну что скажем так тема чисто российская не напоминает ничего то есть допустим какая-нибудь высокопоставленная не будем говорить кто получает санкции и сразу все подчиненные сдают путевки в Турцию по-моему такое было в силовых ведомствах в некоторых по моему что-то там вокруг железной дороги такое случалось ну понимаете если хозяин не может ехать там да хотя бы куда-то куда он не может ехать на монблан например отдыхать то почему челядь должна ехать хотя бы даже в Турцию даже на all inclusive 3 звезды где конь гуляет без узды такого не должно быть поэтому путевки они все сдавали хотя бы на них лично санкции не накладывались вот в принципе та же тема здесь как бы ученик должна разделить участь хозяина как в мастер-маргарите сказано что ну там про любовь больше правда про собаку но тем не менее вот здесь их тоже замуровали короче говоря ребята во все времена были примерно на одной волне сейчас пройдемся посмотрим сами гробницы вот здесь рядом есть очень хорошо сохранившийся амфитеатр такой прям уже ну не колизей конечно но весьма с подземными ходами где содержались рабы например где опять же челядь содержалась перед тем как отправиться веселить господ ну в смысле там гладиаторские бои какие-то вот даже вижу белка бегает по амфитеатру короче говоря сейчас пойдем туда и немножечко давайте посмотрим сделаем обзор гробниц амфитеатр амфитеатр мы с вами находимся в центре античного амфитеатра вот это наверное самый крупный амфитеатр который я когда-либо видел ну понятно если не считать колизея но колизей как раз не видел поэтому вот очень неплохо сохранившись здесь частично стена сохранилась частично сохранились подземелья где держали рабов он очень крупный по сравнению с теми амфитеатрами которые можно найти в турции да вообще в малой азии здесь это город мира бывший мира ликийская то есть нынешние демрии это вот как раз город где пропожил проповедовал николай угодник мир и ликийский точнее мира раньше по моему назывался миры ликийские вот вот здесь происходила вся жизнь здесь собственно как и в любых других амфитеатрах это и лекции этой философии это с другой стороны гладиаторские бои и казни опять же каждому свое вот здесь в отличие от других мест могли выступать действительно крупные философы да друзья как видите город являлся таким центром притяжения величайших умов того времени ну и в принципе тысячелетий поэтому сюда соответственно и приезжали выступить и приезжали в то же время послушать со всех концов малайзии здесь творила жизнь ну да еще раз здесь проходила как раз мужская жизнь вот здесь можно сказать было м.д. настоящие м.д. это люди которые менялись опытом учились при этом по меркам нынешних наверное ценности были неудачниками в массе своей то есть они не думали об успешном успехе как преуспеть как обогнать друг друга не просто проживали свою жизнь видели ценность в другом здесь могли быть представители абсолютно разных социальных слоев классов и так далее но тем не менее даже если вы там принадлежали какому-то низшему социальному классу опять же человек не клал всю жизнь на то чтобы куда-то дорваться чего-то успеть и так далее он предпочитал послушать пообщаться подумать о вечном и очень такой да своеобразное соседство вот амфитеатр и вот буквально там не знаю в 50 метрах гробницы и вот если видите ну наверное нет на камеру не видно даже вот в этих скалах над амфитеатрами гробницы то есть не было такого чуранья как позже стало то есть там живой все мертву надо с глаз долой да нет как раз мемента море помню о смерти вот эта мысль постоянно присутствовала что сегодня здесь завтра там в 20 метрах буквально и это как раз давал возможность ну так более глубоко осознавать жизнь понимаете люди думали о смерти не для того чтобы чтобы нам смерть нравилась или они суицидники какие-то были так они как раз глубже чувствовали жизнь чего сейчас нету дело не в том что там о смерти говорят или не говорят а сейчас жизни нету в том числе потому что забита тема смерти ну давайте дальше пройдем посмотрим что там есть еще и уже будем выходить здесь в принципе такое довольно таки все на пятачке дальше только интересный объект будет церковь николая угодника которую относительно недавно из-под ила выкопали после наводнения а так это храм в котором служил николай угодник но это чуть-чуть проехать надо ну что ж друзья вот мы заканчиваем прогулку по территории ну такого музея как бы заповедника с гробницами ликийских королей посетили амфитеатр только что но в принципе вон туда еще есть несколько гробниц но это видимо хранили вельмож то есть это намного скромнее поэтому наверное завершим на самых таких вот интересных да здесь действительно интересно подумать о жизни смерти сравнить допустим с городом где мы недавно побывали город фазелис там совсем другое отношение к смерти там попытка все-таки сказать что жизнь это важно и потеря жизни это все-таки трагичное событие здесь как я уже сказал видится желание зайти земными регалиями внеземную жизнь это разные вещи одно дело подчеркнуть значимость другое дело захлебнуться этой значимостью то есть чувство собственного самоуважения с одной стороны и гордыня доводящая до сумасшествия с другой вроде бы похожи друг на друга как бы дозировка просто разные на самом деле даже по смыслу это диаметрально противоположные вещи безумен как тот кто не имеет чувства собственного самоуважения это не личность также безумен тот кто сходит с ума по поводу гордыни вот чувствует разницу не знаю она действительно чувствуется она не понимается она именно чувствуется приехать посмотреть понять ну что ж друзья продолжаем путешествие наверное следующим объектом будет церковь николая угодника в мире в мирах ликийских в демре потом может быть заедем в кекове погнали в мире а и и и а и и Субтитры создавал DimaTorzok